Здравствуйте! Это программа «Прокурор в теме». Дистанционное мошенничество становится все более серьезной проблемой. В 2023 году с попытками обмана по телефону или интернету столкнулись 85% россиян. Телефонное мошенничество лидирует среди финансовых преступлений. Объем украденного составляет от 55 до 150 миллиардов рублей в год. Аферисты совершенствуют методы так, что на их удочку попадаются даже взрослые сознательные граждане. Вот сегодня в нашей программе мы в очередной раз рассмотрим, какие есть виды мошенничества по телефону и как быстро распознать жуликов. Я представляю гостя в студии Евгений Московцев, исполняющий обязанности прокурора города Самары. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, вот буквально перед эфиром мы с вами в очередной раз говорим о том, что постоянно в средствах массовой информации звучит информация о том, что граждане все чаще и чаще попадаются на уловки мошенников. Скажите, пожалуйста, почему же все-таки это происходит? К сожалению, структура этой преступности сейчас такова, что совершенствуются не только способы совершения их хищения, но и способы того, как мошенники взаимодействуют с потерпевшими. И поэтому, к сожалению, эта преступность возрастает и возрастает. Органами правопорядка, в том числе и органами прокуратуры, принимаются меры для того, чтобы как можно больнее, скажем так, ущипнуть эту преступность, принять меры для защиты потерпевших, для того, чтобы выстроить новые механизмы защиты и исключить факты хищения. Но, тем не менее, они продолжают развиваться ввиду того, что развиваются информационно-телекоммуникационные технологии. К сожалению, мы имеем дело с очень достаточно сильным противником, и поэтому данная преступность у нас идет сейчас практически во главе угла и по числу совершенных деяний, по сумме причиненного ущерба. Скажите, пожалуйста, а как давно вообще появился данный вид преступления? Данный вид преступления появился примерно где-то 10-15 лет назад, связанный он с исключительно развитием как раз мобильной связи, в связи с тем, что мобильной связью стали обеспечены практически все граждане Российской Федерации, у каждого имеется мобильный телефон, даже иногда не один, мобильные номера. И способы, с помощью которых совершают мошенники преступления, они, к сожалению, как в 2010 году, например, так и в 2024 году, они могут оставаться такими же, но, к сожалению, применяются какие-то новые формы или новые приспособления, которые позволяют все более массово совершать данные преступления. Но вот сейчас какие новые формы обязательно стоит озвучить? Может быть, вернулись с каким-то старым видом мошенничества, но вот сейчас во главе угла в основном к вам попадают дела с какими видами преступлений? Можно выделить, наверное, две категории таких преступлений. Снова верну схему, связанную с тем, что ваш родственник попал в ДТП. Если раньше это приходили смс-сообщения, либо поступали звонки, и люди оформляли кредиты, либо переводили денежные средства, то, к сожалению, сейчас это стали являться факты очень массово контактных мошенничеств, когда за денежными средствами приходит курьер. Мы столкнулись с тем, то, что граждане Российской Федерации, наши с вами сограждане, принимают участие в таких схемах, они находят заработок в интернете, их привлекают к осуществлению этой незаконной деятельности, причем они сразу же понимают о том, что эта деятельность незаконная, потому что, несмотря на то, что никакой квалифицированной работы они не выполняют, они получают достаточно большую сумму вознаграждения от 5 до 10 процентов за одну такую вот провернутую операцию, если можно так сказать. И иногда суммы доходят от 10-15 тысяч до 100-150 тысяч рублей. И любой человек понимает то, что ничего не сделав, он не получит такие денежные средства. К сожалению, люди, получая такие звонки, они верят злоумышленникам о том, что их родственник попал в ДТП, думают, что они могут помочь ему избежать какой-либо ответственности, дав взятку должностным лицам. И передают свои сбережения, как и пенсионеры, так и люди средних возрастов подвержены такой категории противоправных посягательств. В настоящее время в судах рассматривается множество уголовных дел данной категории в отношении разного, причем круга физических лиц. Это и девушки, и молодые люди, и несовершеннолетние, к сожалению, тоже имеются такие факты. И также лица, которые ранее привлекались уже к уголовной ответственности. И в связи с этим они совершают данное деяние, переводят потом денежные средства на неустановленные счета, которые впоследствии уже снимаются злоумышленниками и используются. А себя они оставляют от 5 до 10 процентов, которыми уже пользуются по своему усмотрению. Вы сказали, что это курьеры, но это ведь тоже противоправная деятельность, и за это ведь тоже можно получить срок. А вот расскажите, какое наказание как раз грозит вот этим людям, которые хотят легкого заработка? В зависимости от суммы причиненного ущерба идет градация. В любом случае, это хищение группы лиц по предварительному сговору, то есть оно уже является квалифицированным составом хищения, и поэтому наказание там предусмотрено от 3 лет лишения свободы и выше. Это максимально строгое наказание. А дальше идет уже в зависимости от градации и до 10 лет лишения свободы. В зависимости, как я уже сказал, суммы причиненного ущерба. Хотелось также сказать, что существует еще одна схема хищения, которая сейчас очень часто применяется. Это с использованием IP-телефонии, либо подменных номеров, так называемых. Это когда телефонный звонок поступает физическому лицу, и мы видим, что это может быть как стационарный мобильный телефон, так и мобильный телефон, например, банковского оператора, который всем широко известен. Но вместе с тем звонящее лицо предлагает либо перевести денежные средства на безопасный счет, либо говорит, что в настоящее время с данного банковского счета переводится денежные средства на счет злоумышленников, и необходимо принять меры безопасности, которые, к сожалению, являются способом хищения денежных средств. Потерпевшие сами предоставляют доступ к своим банковским счетам, либо самостоятельно переводят денежные средства уже на неустановленные счета, и поэтому уже это применяется. Данный вид преступления, данная схема является наиболее опасным, потому что, скажем так, когда звонят с официального номера, то уже у потерпевшего меньше оснований не доверять звонившему, потому что он видит то, что звонят вроде там с кода города Москвы, он понимает, что ему представляется официальное лицо. Иногда даже представляются реально существующими лицами, работниками банковских организаций, чьи данные размещены на официальных сайтах и говорят, вы можете проверить мои данные на сайте сейчас, они все имеются в интернет-ресурсе. Но вместе с тем, к сожалению, это все злоумышленники, поэтому гражданам необходимо понимать, что никогда ни одно физическое лицо, никогда ни одна правоохранительная служба, ни банковская организация, никто не было, не потребует перевести денежные средства ни на какой банковский счет, не потребует никакую взятку посредством телефонного разговора, никогда этого не будет. То есть нужно сразу прекращать разговор с такими лицами для того, чтобы впоследствии не стать жертвой и мошенниками. Ну а почему вот эти, скажем, мифы, о которых вы сейчас говорите, что никогда официальные лица не потребуют взятки? А почему вообще вот именно это берется за предысторию? Почему мошенники предлагают такие виды? Ну, значит, где-то когда-то это имело место быть. Уж простите, я задаю вам такой, может быть, вы скажете, некорректный вопрос, но тем не менее. Нет, почему вопрос корректный? Просто я скажу, наверное, по-другому. Они действуют через любовь к родственникам, через желание помочь именно потерпевших своим родственникам, поскольку пожилые люди, они хотят помочь своим внукам, детям в какой бы то ни было форме. И поэтому они понимают, что если от них требуют денежные средства, значит, они действительно нужны. Они не хотят дать взятку конкретно должностному лицу, они просто желают помочь. И ими двигает только этот мотив. К сожалению, впоследствии становятся жертвами мошенников. Хотя, по-хорошему, наверное, надо было бы прекратить разговор и попытаться связаться с своими родственниками для того, чтобы узнать, а все ли у них в порядке. Ну, вот, знаете, слушая вас, я, конечно, понимаю, что так вот действительно все очень просто. Позвонил мошенник, сказал, что ваш сын и дочь попали в ДТП, и вот, пожалуйста, нужны денежные средства. Ну, казалось бы, чего проще взять и перезвонить сыну дочи. Но, однако же этого не происходит в реалиях. Они настолько психологически держат, да, человека, жертву свою на телефоне, что даже в голову не придет позвонить и узнать, а действительно ли это правда. Вот почему так происходит? Я ведь недаром задаю вам этот вопрос, ведь вы наверняка общались с потерпевшими сторонами таких преступлений. Да, причем неоднократно я взаимодействовал с такими людьми, потому что мы в том числе применяем сейчас новую форму защиты прав потерпевших. Сейчас мы предъявляем исковые заявления к владельцам транзитных банковских счетов в целью возмещения денежных средств причинен к потерпевшим. Поскольку та страна, которая является поучателем денежных средств и на чьи данные оформлены денежные средства, является, по сути, если говорить новым сленгом, это дроп. И на его счет приходят денежные средства, а он, в свою очередь, когда-то предоставил данные для того, чтобы открыли на него этот банковский счет. И судебная практика складывается таким образом, что в настоящее время мы можем взыскивать такие денежные средства, незаконно полученные с этого лица. Для того, чтобы впоследствии он уже осознавал, какие действия могут за собой повлечь то, что он совершил. А расскажите поподробнее об применении этой практики. Органы прокуратуры проверяют уголовное дело, изучают материалы уголовного дела во взаимодействии с органами следствия, изучают детализацию звонков, изучают сведения о движении денежных средств по банковским счетам. И определяют, на какие банковские счета денежные средства были впоследствии перечислены. Определяют то, что лицо эти денежные средства не должно было получить, то есть он является лицом, который не являлась получательным конечным переводом. А его данные используют для того, чтобы открыть банковский счет и впоследствии с этого счета были денежные средства обналичены. Органы прокуратуры в таком случае, либо в порядке предусмотренного законодательства, обращаются в интересах социально незащищенной категории граждан. У прокуратуры недавно, прокуратура города была недавно направлена такое исковое заявление в интересах потерпевшего на сумму свыше полутора миллионов рублей, которую он передал мошенникам. Так как он являлся пенсионером и не мог самостоятельно подать исковое заявление, то это сделала прокуратура города. За него в настоящее время данное исковое заявление рассматривается. Либо мы в порядке правовой помощи направляем данным потерпевшим форму заявления искового, с которым они обращаются в суды по месту своего нахождения. Имеется достаточно уже разнообразная практика, связанная с другими регионами. Архангельск, Хабаровский край, то есть по всем практически регионам России, где имелись такие факты, лица предъявляют исковые заявления к владельцам банковских счетов. И впоследствии уже взыскивают с них денежные средства. Спасибо большое. Евгений Валерьевич, скажите, вот такая схема мошенничества сейчас распространена, как люди так же звонят потерпевшим будущим жертвам и говорят о том, что к вам на счет сейчас поступила некая сумма, ошиблись, извините, верните ее назад. Вот есть ли сейчас такие преступления, если да, расскажите, что нужно делать, ну и поступали ли к вам такие заявления? Имеются и такие факты. Они, наверное, уже сходят на нет, единичные, поскольку люди уже понимают, когда получают такое смс-сообщение, то есть они видят, что никакого поступления к ним на денежный, на банковский счет не приходило, и поэтому они их просто игнорируют. То есть в реале деньги не приходят? В реале нет, в реале деньги не приходят, они просто либо используют номер, схожий с банковской организацией, которая является там официальной, может быть, голосовой помощник, либо смс какой-то оператор, и сообщают о том, что вот на ваш счет была переведена какая-то определенная сумма. Потерпевший видит, даже не потерпевший, а гражданин видит, что вот к нему поступил, но тем не менее, он понимает то, что сейчас в большинстве телефонов приходят уведомления из онлайн-приложений, видят то, что к нему такие денежные средства не поступали и игнорируют. Но есть, конечно, и факты, когда люди верят и начинают взаимодействовать с злоумышленниками, которые их впоследствии просят либо перевести денежные средства, либо предоставить посредством определенных приложений удаленный доступ к своим банковским счетам, мобильным телефонам, и уже, конечно, у них похищаются денежные средства. Мы с вами также неоднократно говорили, что очень часто представляются сотрудниками МВД и ФСБ и прокуратуры иных других государственных служб. Скажите, вот как реагировать в таких случаях? Потому что, ну, сразу как-то вот настораживаешься и веришь тем людям, которые по ту сторону трубки. Как я уже и сказал, ни один сотрудник, ни одно должностное лицо, никакого государственного органа никогда не потребует перевести денежные средства на какой-либо защищенный счет, не потребует предоставить доступ к конфиденциальным данным физического либо юридического лица посредством телефонного звонка. То есть здесь нужно понимать о том, что просто запомнить себя это как непреложную истину, как аксиому, что никогда этого не будет происходить. В настоящее время такого нет механизма, и это не делается. И поэтому нужно сразу для себя осознавать. Вы правильно сказали, да, конечно, мошенники держат в постоянном таком напряжении, психологическом давлении о том, что вот, вы будете привлечены к ответственности в таком случае, вы будете подвергнуты определенному уголовному наказанию, но тем не менее необходимо сводить все эти угрозы на нет уже и психологически себя готовить к тому, что может поступить любому физическому лицу такой звонок. В первую очередь, конечно, бы хотелось, наверное, сказать о том, чтобы молодые люди, молодые родственники больше инструктировали своих пожилых родителей, иных каких-то близких родственников. И, в принципе, работали бы в том направлении, что говорили, что никогда никому так вот не переводи. В любом случае, связывайся со мной в любое время дня и ночи, вне зависимости от того, занят или не занят я. Для того, чтобы вселить какую-то уверенность, что пожилой родственник может связаться в любой момент времени и не доверять злоумышленникам. Ну, а как действовать ситуация, если на телефон приходит СМС со списанием со счета денежных средств? Такой тоже вид мошенничества имеет место быть, и давайте дадим компетентные советы. Здесь нужно понимать, что это, скорее, уже не мошенничество, а кражи с банковского счета совершенные. И поэтому здесь необходимо понимать, что нужно проверить в первую очередь, а где ваши средства платежа. То есть, где ваш мобильный телефон, либо где ваша банковская карта. Поскольку люди очень часто теряют указанные предметы, и впоследствии, ввиду того, что у нас сейчас предусмотрена бесконтактная оплата, и люди понимают о том, что кто-то мог совершать данные снятия без взаимодействия с ними. То есть, проверить наличие банковской карты. Да, у себя в предметах одежды, в сумке проверить, потому что она действительно находится при вас. И если она действительно находится не при вас, и вы не можете ее найти, то, конечно, первым же делом нужно быстрее позвонить в банковскую организацию, заблокировать свою карту для того, чтобы предотвратить более объемное хищение денежных средств. Такие преступления раскрываются намного чаще, поскольку они связаны с тем, что люди находят банковские карты и просто ими расплачиваются в магазинах, на рынках, в торговых центрах. Там оборудовано все камерами видеонаблюдения, и поэтому незамедлительно принимаются меры к распространению ориентировок, фотографий, кадров с видеосъемки, которые впоследствии уже, конечно, эти люди устанавливаются, их личности, и они привлекаются к уголовной ответственности, поскольку они достоверно знают о том, что они не имели права расплачиваться чужой картой. Но вот, кстати, человек, который, возможно, найдет банковскую карту, может рассуждать именно так, да ладно, кто будет мной заниматься, ну, нашел я карту, карт теряется в день, там, тысячи, можно сказать, да, нашел, расплатился, ушел, и все. То есть такие преступления берутся тоже на вооружение правоохранительными органами? Конечно, поскольку это уже не является находкой. Находкой может являться сама банковская карта, но она никакой материальной ценности для лица не предоставляет, как нашедшего ее, так и, в принципе, пользователя, Да, скажут, я же ее нашел, не украл. Нет, у кого она находится. Но ценность предоставляют денежные средства, которые находятся на банковском счете, а к ним уже лицо нашедшее не имеет никакого отношения. Это не может квалифицироваться как находка ни в коем случае, поскольку он понимает, на банковской карте в любом случае, конечно, есть и которые не персонифицированные банковские карты, но зачастую там написаны имя и фамилия. Если лицо находит банковскую карту и считает, что вот он нашел банковскую карту, то оно может обратиться в отдел полиции и вернуть эту карту, сдать ее туда для того, чтобы избежать какого-либо негативного воздействия на себя впоследствии, потому что он когда-либо контактировал с этой банковской картой, и потом это будет установлено. А так, конечно, здесь нельзя говорить ни о какой находке. Ну вот, кстати, бывают еще и такие случаи, когда люди, снимая с банкомата деньги, карту забирают, а деньги оставляют. И следующий, кто стоит в очереди, успевает их забрать, пока банкомат не заберет их обратно в терминал. Вот здесь это тоже находка? Нет, это кража. Вернее, не тоже находка. Это кража, конечно, потому что лицо заведомо понимает, что эти денежные средства ему не принадлежат. Одно дело, если лицо найдет какой-либо предмет, даже тот же самый мобильный телефон на улице, и принимает меры для того, чтобы его отыскать владельца этого телефона, то есть пытается как-то связаться с ними, пытается сдать его, например, в правоохранительные органы, передать его сотрудникам правоохранительных органов. А если лицо сразу принимает меры к тому, чтобы снять чехол, вытащить сим-карту, сбросить с него настройки, то есть лицо пытается присвоить этот телефон к себе. Здесь достаточно противоречивая практика, но тем не менее она сформирована в данном компоненте. И, к сожалению, хотелось бы сказать, что все-таки людям необходимо понимать разницу между тем, где свое, а где чужое. Да. А помните, в одно время тоже был такой распространенный вид мошенничества, но уже не по телефону, не в интернете, а на улице, когда... Почему-то я сейчас вспомнила. Потому что один раз была сама свидетельницей такого мошенничества. Подбрасывают, да, увеситую пачку денег, человек подбирает, к нему подходит и говорят, вот ты взял, верни, пожалуйста. Те деньги оказываются не настоящие. Вот такие сейчас обращения в полицию, прокуратуру. Нет, таких обращений уже не поступают, поскольку сейчас идет больше упор на то, чтобы как можно меньше взаимодействовать между злоумышленниками и потерпевшей стороной. Я имею в виду лично. Лично, контактно. Да, больше, конечно, это все с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, которые позволяют находиться как в любой стране мира, так и в любом городе Российской Федерации, то же самое, чтобы совершать данные преступления. А такие виды правонарушений и преступления уже, наверное, не встречаются. Хорошо, спасибо. И тогда возвращаемся к мошенничеству по телефону и по интернету. Скажите, о каких еще схемах нужно сейчас напомнить в нашей программе, о которых мы еще не сказали? Ну, в любом случае, это необходимо также упомянуть, опять же, эти две схемы мошенничества, связанные с вашим родственником попал в ДТП. Это первая схема с использованием подменных номеров или IP-телефонии. Эти схемы продолжают свое распространение. Также необходимо обратить внимание на схемы мошенничества с использованием сайтов объявлений. Недавно буквально мной были утверждены ряд обвинительных заключений по уголовным делам, связанных с мошенничеством с использованием данных сайтов, поскольку злоумышленники, представляясь якобы покупателями какого-либо товара, который продает потерпевший впоследствии, либо, пользуясь графическим редактором, замазывал, если можно так сказать, данные о том, что транзакции неуспешные, то есть он зачеркивал частицу «не», и было видно то, что транзакция якобы была совершена, и передавали люди свое имущество. Впоследствии он несколько дней находился на связи с потерпевшей стороной, гарантировал то, что денежные средства будут переведены, либо он привезет наличные денежные средства, но, тем не менее, он такие действия не совершал. В настоящее время обвинительное заключение по такому делу утверждено, там свыше 30 эпизодов таких преступлений, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Либо под видом человека, выполняющих работы какие-либо, также представляются, якобы заключают договора. А требует аванс? Почему люди, заранее не получив услугу, переводят деньги? В некоторых случаях это аванс, в некоторых случаях это полная оплата. К сожалению, здесь опять, наверное, можно сказать только доверчивость людей, которые понимают то, что вроде как им еще услуга никакая не оказана, они ничего не получили, но вместе с тем они попадаются на данную уловку и отдают свои денежные средства, передают их мошенникам, а впоследствии они свои обязательства перед ними не выполняют. Наверное, это самая наиболее сейчас распространенная схема, но в том числе есть мошенничество. Не то чтобы мошенничество, оно связано с неправомерным доступом к компьютерной информации преступления, связано с использованием информационного сервиса госуслуги. посредством взлома данного ресурса, взлома аккаунта пользователя, также получают доступ к данным физического лица, который впоследствии используется для совершения преступлений, в том числе связанных с мошенничеством. Вот это, мне кажется, самый опасный вид мошенничества. Ты даже не знаешь, что твой аккаунт взломан, и от твоего имена, не дай бог, взяли кредит. Вот здесь как проверить, кстати? Здесь необходимо понимать то, что уведомления приходят физическим лицам на мобильный телефон, конечно, если это не связано с тем, что создавался дубликат электронной сим-карты. Имелся и такой факт уголовного дела, когда создавалась электронная сим-карта, которая впоследствии использовалась для доступа для портовых государственных услуг. Но здесь, конечно, нужно контролировать свои ресурсы, контролировать свой мобильный телефон, для того чтобы своевременно понимать о том, какие уведомления приходят лицу. Потому что иногда встречается то, что люди игнорируют попросту уведомления, которые им приходят, а там, например, приходит в ваш аккаунт, была совершена попытка входа с неизвестного устройства, либо пароль был успешно изменен, либо приходят какие-то коды, которые используются в том числе злоумышленниками. А если бы при должной осмотрительности и внимательности сразу бы лицо увидело, эти действия, которые совершаются, возможно, оно бы смогло предотвратить любое противоправное посягательство. Ну что же, даже самый внимательный, самый осторожный человек может стать жертвой мошенников. Так я вас правильно понимаю? Да, к сожалению, здесь никто не застрахован от данного вида посягательств преступного. Нельзя сказать, что есть какая-то стопроцентная защита. Сейчас они совершенствуются, эти формы защиты. Например, с прошлого года действует система антифрод, которая позволяет операторам сотовой связи блокировать нежелательные вызовы. Их заблокировано очень огромное количество. Но вместе с тем, к сожалению, имеются факты и пропуска незаконного трафика в абонентскую сеть. И применяются формы как исковой защиты. Применяются методы административного воздействия к операторам связи, допустивших как раз пропуск этого трафика. Предусмотрена она Кодексом административных правонарушений Российской Федерации. Как-то полностью обезопаситься от этого вида преступных посягательств нельзя. Но возможно принять все необходимые меры, а также в своей голове выстроить определенную парадигму, которая позволит защищаться от данных противоправных посягательств. Если человек не уверен в том, что он может быть, как скажем так, уведен за руку мошенникам, то лучше, конечно, даже не брать трубки с незнакомых номеров. Тем более сейчас на множестве сотовых устройств, и сотовые операторы предоставляют такую услугу. То, что видно, что телефон возможно мошенники, массовый обзвон или что-то в этом роде. И тогда, конечно, можно уже предпринять какие-то меры даже на стадии получения звонка. Ну что же, я благодарю вас за ваши компетентные ответы. Спасибо большое за эфир. Наше время подходит к концу. Но все-таки тема очень важная. И как мы видим ежедневно, все-таки попадаются в сети мошенников, особенно пенсионеры. Я хочу предоставить вам заключительное слово. Что бы вы хотели сказать важного, нужного по этой теме? Пожалуйста. Наверное, самое важное – это ограничить свое доверие посторонним лицам. Ни в коем случае не попадаться на звонки, ни в коем случае не доверять таким людям. Никогда, как я уже сказал неоднократно сегодня, должностные лица не будут требовать у вас никакие денежные средства. Никогда они не будут требовать у вас перевода денежных средств ваших, либо ваших накоплений, либо сообщений какой-либо конфиденциальной информации посредством телефонной связи. Для этого существуют совсем другие формы взаимодействия. В том числе более… То есть молодое поколение хотелось бы обратить, чтобы они помогали пожилым людям, своим родственникам просто как бы сломать вот эту вот возможность доверия в них, вот даже официальному государственному органу, которые к ним звонят под видом мошенников. Ты наоборот, точнее, мошенников заняешься под видом государственных органов. К сожалению, такие факты зачастую происходят. Поэтому необходимо принять все меры для того, чтобы ограничить себя и своих близких от данного негативного влияния. Благодарю вас еще раз. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели «Прокурор в теме», а гость студии был Евгений Московцев, исполняющий обязанности прокурора города Самары. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова